Всем привет! Вы на канале Растяжка с Кутузовой. Сегодня наше видео будет посвящено упражнениям на растяжение передней поверхности бедра. Для чего же нужно нам растягивать переднюю поверхность? Зададите вы такой вопрос. Но все очень просто. Разворот таза в подольном шпагате, который так мучает многих, которые уже близятся к результату конечному, но никак не могут завернуть бедро, именно передняя поверхность бедра не позволяет вам это сделать. Над ней нужно работать локально. И сейчас я вам покажу несколько способов, которые облегчат вам жизнь. Ну что, готовы? Тогда поехали! Нам с вами понадобится лента. Сейчас я покажу вам два первых, самых классных, самых простых, когда вы будете просто отдыхать. Вы представляете, вы на растяжке сейчас будете просто отдыхать. Классно! Я обожаю эти упражнения. Нам с вами понадобится что-то типа эластичной ленты. Вы можете взять платок, либо ремень, либо пояс. Нам с вами необходимо обвязать рабочую ногу, ту, которую мы будем растягивать. Обвязать ее надо плотно, так, чтобы вы могли, скажем так, подняться, да, а нога у вас фиксировалась. Все. С этим мы с вами ползем на какую-то повышенную опору. У меня сегодня этот классный диван. Мы с вами просто ложимся на спину. Вы спокойно ложитесь, опуская ногу, которая у нас рабочая, с дивана. Тем самым мы включаем в работу мышцы пресса, да, чтобы немножечко подвернуть подвздошные кости к ребра. И расслабляем максимально ногу. Все. Сила тяжести, под гравитацией, она у нас тянется книзу, и растягивается передняя поверхность бедра. Чем сильнее вы завяжете ногу, то есть чем ближе будет пятка к ягодице, тем сильнее будет растягиваться ваше бедро. Мы лежим с вами так 32 счета. Готовы? Прикольно вообще. Поехали. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, последняя восьмерочка. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично. На самом деле, такую позу можно занять на такое количество времени, на которое вам комфортно и вы можете себе позволить. С другой ноги я вам покажу другой способ, не менее вальяжный, но у тех, у кого нету тех самых диванов, подоконников, либо столов, на которые можно лечь и расслабиться. Я завяжу другую ногу, то есть вы оставляете ее в том же самом положении. Берете какую-то повышенную опору, в любом классе есть либо кубики для йоги, либо роллы, да, либо много подушек, вы можете взять книги, контейнеры, все что угодно. Вы кладете первую треть бедра, это первая треть четырехглавы, кладете ее на повышенную опору и опускаетесь на живот. Вот. Сначала у тех, у кого, особенно, кто новичок, будет не очень приятное ощущение в пояснице. Для них я просто рекомендую лечь спокойно и полежать. Насчет того, что у нас разогнут сгибатель, да, и натянута бедренная, мы очень хорошо ее почувствуем, начиная в голову. Лежим, отдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вы можете поставить руки в упор, когда мы поднимемся немножечко, да, вот в ходу свинца, когда мы чуть-чуть делаем прогиб, соответственно, не расслабляя поясничный отдел, да, втягивая пресс в себя, тем самым поддерживая поясницу, мы усилим это натяжение еще. И полежим еще в восемь счетов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И это был второй вариант вальяжного растяжения передней поверхности бедра. И дальше мы уже, конечно, перейдем к более динамичным упражнениям, которые непосредственно нужны для шпагата и которые нужно включать в тренировку на продольный шпагат. Поехали. Это у нас упражнение курица. Одну ножку мы складываем с вами под себя коленом вперед, вторая ножка у нас уходит в упор, да, мы ложимся с вами на лопатки, руки ставим в упор ладошками и начинаем толкать таз наверх. Мы уже делали это в предыдущем видео, да, где я рассказывала о упражнении, без которых не обходится продольный шпагат. И это одно из них, но здесь мы будем лежать на лопаточках. Тем самым мы с вами, в этом упражнении мы с вами тянемся коленом к полу, лопатки лежат, таз подкручен максимально пресс в себя и тянемся коленом, обязательно растягивая это мышечным усилием. Расслабились. Дальше мы с вами берем и обхватываем ножку, которая у нас свободная и прижимаем ее к себе. Когда мы прижали к себе, у нас немножечко поднялось колено, потому что мы согнули поясницу, да, убрали лордоз и тем самым упластили ее. И поехали. Сейчас мы будем работать с вами коленом вниз. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Прижали, держим. Раз, два, три, четыре. Поясница все еще прижата. Шесть, семь, восемь. Повторим на другую ножку, ножку под себя. На вторая нога в упор, руки спокойно лежат ладошками вниз. Мы с вами подкрутили таз, да, прижали поддошные к ребрам и начинаем выталкивать его вверх, колено тянется к полу. Два, три, четыре, пять. И шесть. И семь. И восемь. Освободили себя. Прижали максимально поясницу, взяли коленочку, да, и начинаем работать опорным, коленом вниз правой ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Две ножки мы достанем. Разогнем их. Следующее упражнение будет голубь. И нам опять понадобится саяния резинка. Принцип во всех упражнениях один и тот же. Самое главное и в подольном, и в глубоком выпаде, и в голубе будет принцип один и тот же. Нам надо будет связать с вами максимально близко пятку к ягодице, да, обвязать. Поставить на повышенную опору. У меня это будет сегодня кубик. Вторая ножка у нас выходит вперед пяточкой, да, немножечко, чтобы у нас провисала. И самое главное здесь, это не завалиться на бок. Для этого, для новичков, я советую облокачивать нашу ножку на неподвиженную вертикальную опору, чтобы сохранять вот это положение и не разворачивать колено на бок. Поехали. У нас с вами вытащена пяточка вперед под влажные кости, руки вперед в упор. И мы начинаем двигаться тазом вниз. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь зафиксируем. А раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Следующее упражнение будет по такому же принципу, но оно будет у нас в глубоком выпаде. Выставляем ножку вперед. Проверяем все правила, да. У нас колено должна быть перпендикулярно полу. Если у нас есть возможность поставить ручки на колено, это будет замечательно. Мы тем самым удлиним еще и усилим натяжение четырехглавой. Начинаем двигаться вниз. А раз. Можете поставить руки на борт. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Уйдем вниз на локоточки. А раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Вырастим наверх. И сейчас переходим к продольному шпагату. Мы вытаскиваем ножку вперед на подвижную, на скользящую поверхность. И точно так же вверх и вниз. Вверх и вниз. Пять. Шесть. Семь. Еще четыре раза. А раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Закончили. Аккуратно сходим. Ножки собираем. Ленту убираем. Вот такие упражнения мы с вами сегодня попробовали. Я надеюсь, что они вам помогут достичь результата. Это самый часто задаваемый вопрос. Как завернуть бедро. И сегодня я с вами поделилась своими лайфхаками. Я надеюсь, что они вам тоже помогут. Всех обнимаю. Была рада видеть вас на своем канале. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Всем пока.